Всем привет, ребят! Сегодня будет необычный обзор продуктов. Эти продукты из Польши присланы мне подписчикам. Огромное спасибо! Мне очень интересно, как питаются обычные граждане в другой стране. Поэтому здесь совсем такой обычный набор продуктов. Стандартные шоколадки, макарошки, пасты, консервы. Но сразу скажу, ребят, внешний вид этих всех продуктов будет, так скажем, мягко говоря, несуразный. Потому что доставкой была Почта России, и вот в этой битве между продуктами и доставкой победила все-таки почта. В хлам разнесли всю эту посылку. Это было ужасно, потому что были некоторые продукты, консервы в стекле. Это, конечно же, хоть несмотря на то, что это все было завернуто в такую специальную пупырку. В общем, Почта России победила. Остались, конечно, выжившие на этом поле боя. Вот мы их сегодня и будем обозревать. Давайте посмотрим, чем же питаются обычные поляки. Сейчас я уже посылку, конечно же, распаковал, потому что пришлось все это промывать, потом просушивать. Потому что то, что было в стекле, эти все консервы растеклись. На некоторых состав, конечно, уже прочитать будет невозможно. Но прежде чем приступить к дегустации, я, ребят, вам хочу сказать огромное спасибо за ваши комментарии, за вашу активность, за то, что вы мне отсылаете на обзор продукты из других стран. Это все очень круто. Вам, ребят, большущий респект и уважуха. И, конечно, всем, кто подписывается на канал, всем, кто смотрит видео мои, тоже вам, ребят, огромное спасибо. У нас, кстати, на канале, вас, кстати, на канале подписчиков уже, кажется, больше 250 тысяч. 200 тысяч юбилей на канале я незаметно пропустил. Но вот 300 тысяч, давайте отметим как-нибудь. Напишите в комментариях, как будет это вам интереснее, как вам больше будет приятнее. Организовать какой-нибудь конкурс с призами, или же сувенирку какую-нибудь от Сереги, или же какое-нибудь необычное видео снять. В общем, пишите все ваши предложения в комментариях. Или же вот здесь, если я что-то придумаю, как обычно будет опросик. Давайте начнем смотреть, что было в этой посылке. Эти все продукты, они из магазина Tesco, если я правильно называю. Вот такая вот, такая вот товарная марка. Это огромная сеть, на самом деле, британская. Она в Польше тоже очень сильно присутствует. Третье место в этой сети по всему миру, кстати. Огромная сеть просто. И не только в Европе, она и в Японии, и Корее, где-то там. В общем, просто гигантская сеть. Но мы сейчас посмотрим, сколько же эти все продукты стоят в Польше. И стоит сказать, что это продукты такие, как вот в Ашане. То есть, есть обычные продукты, а есть те, которые в два раза дешевле. Вот Tesco, вот, наверное, я смотрю по стоимости. У меня есть вот подсказка, есть фотографии. Спасибо тоже за фотографии. Они все эти продукты в два раза дешевле. Поэтому мне представляются эти продукты, как вот, как Азашаны или Пятерочки. Красная цена и так далее. Поэтому давайте смотреть, что же здесь есть. И потом будем все пробовать. Tesco фруктовый чай. Стоит такой чай 2 злотых 49, 2,5 злотых. Это где-то, получается, рублей 40. Но это не супер дешево. Но обратите внимание, на полки снизу, там, за злотый 79 продается уже в такой кругляшке. Просто пакетики, как наша беседа, самый дешевый тоже Tesco чай злотый 79. Но это где-то рублей 20. То есть, тоже недорогая, в общем, марка. Попробуем фруктовый чай. Ребят, на самом деле, это очень интересно, смотреть, как выглядят продукты, как их пакуют. Ну, упаковка примерно точно такая же, как у нас здесь. Вот я смотрю на продуктах, ничего отличительного сильно от нашего. Нет, маленькая упаковочка паштета. Стоит она 69, 0,69 злотых. Не знаю, как там десятые у них копейки эти называются. То есть, это примерно, ребят, рублей 10-12. Это очень дешево. Вот интересно, какой он на вкус будет. Как из Ашана или нет? Или это будет такой достойный паштетик? 2,89. Следующая на полке стоит чуть выше. Вот такая шпрота с ключом. Красивая упаковка. 2,89 это сколько? Рублей 45. Но это недорого. У нас такая от сотки примерно стоит. Посмотрим, какая на вкус будет. 5 евро стоит вот такая шоколадно-ореховая. 5 евро, 5 злотых, говорю, шоколадно-ореховая паста. Получается 80 рублей. Дорого для баночки. Но если это шоколадно-ореховая, а не шоколадно-растительная какая-то, то это нормально будет. Нутелла, кстати, смотрите, в магазинах стоит 11. Небольшая баночка. Молочная шоколадка с арахисом. Вот такая вот стоила 1 злотый, 99. 2 злотых, 32 рубля. Обратите внимание, там на полке выше сразу же уже 3 злотых. То есть, это на самой нижней полке такой самый дешевый продукт. Вот если у него будет вкусная шоколадка, это будет прям интересно попробовать. В общем, аж ашан-набор у меня есть такой. Следующая. Батончик карамельный, с нугой. И, в общем, это что-то наподобие то ли Сникерса, то ли Марса. 1 евро всего, ребят. Всего 1 евро. То есть, 16 рублей батончик. Интересно. И здесь у меня еще была такая штучка. Такая вот штуковина. Тоже небольшой батончик. Вес примерно грамм 40-50. 48 грамм. Тоже 1 злотый стоит. 16 рублей. Следующую фотографию открываю. И написано Теско Сезамки. И стоит евро 49. Полтора евро. Где-то рублей 20. Что же это такое? Теско Сезамки. Вот такая вот упаковочка. У меня сохранилось после распаковки этой посылки только одна штучка. Здесь было вот так вот несколько. Три, кажется, да. Три было. Три по 27 грамм написано. Это кунжутный кузинак. То есть, семушки, да? Вроде бы как бы напоминают. Ну, все замки. Прикольно. 20 рублей. У нас по такой стоимости в магазине продается обычный кузинак. А здесь кунжутный. Ну, обычный с подсолнечника. Что еще есть? Теско хлебцы 2 злотых. 32 рубля. Но после доставки это получились обычные сухарики. То есть, крошка. Я думаю, сделать из них вкусные пирожные. Картошка. Смешать вот эту пасту. Вот это. Яблочный сок в пластике. Вот хорошо, что в пластике стекло бы точно не доехало. 300 миллилитров. Натуральный яблочный сок. Полтора злотых стоит. То есть, где-то рублей 20. Обожаю яблочный сок. То есть, сейчас все это будем пробовать. Еще одна консерва. Вот это не знаю что. Жалко, что то, что было в стекле самое интересное было. Там потрошки какие-то были. В общем, подписчик, который мне это отсылал, он был с чувством юмора. Хотел, чтобы это был более такой трошовый обзор. Там были потрошки какие-то. Какие-то необычные такие продукты. Но эта консерва сохранилась. Это что-то вроде зельца или холодца. У меня прям слюнки потекли. Украшена помидорчиком. На хлебушек это все надо класть. Вайпрузова. Что это такое? Ну, интересно, конечно. Интересно пробовать, открывать, рассматривать продукты, сколько я ни разу в жизни не видел. Спасибо еще раз огромное за эти штуки. Сколько эта штука стоила? Только стоит. Не знаю, фотографий у меня нет. Что интересно, здесь сверху есть ключ. И под этот ключ небольшое углубление для пальца, чтобы можно было удобно вот так подхватить. Прикольно сделано. Класс. Что у меня еще остается? Оливки фаршированные морковкой. Морковкой, да. Необычно. Может быть не морковкой. Надо будет сейчас Яндекс.Переводчик сюда навести. По вашим советам, ребят, я установил себе Яндекс.Переводчик. Сейчас буду прям с телефоном. Вот так вот, что я не понимаю. Здесь написано вода, оливки зеленые. Еще что-то. У меня еще есть вот такая вот упаковка с пастой. Написано для вашей кухни. Суп фермишели. Какая-то странная надпись. Два яйца паста. Надо будет почитать состав. В общем, вот такие вот тоненькие макарошки. Они такие тоненькие-тоненькие. Ой, я даже сейчас решил что-то поесть. Ладно, потом поем. Так, и последнее. Это фикс прайс. Спагетти Баланес. Ну, тут есть даже инструкция. Написано, что добавить на сковородку. Все это помешать. А еще здесь в углу написано 100% satisfaction. Вот как раз это мы и проверим. Набор продуктов из этой посылки получился прям таким хорошим, полноценным. Здесь есть и сладкое, и основные блюда, и консервы есть. Но первое, что я хочу попробовать, мне очень интересно открыть вот эти шпроты. Состав шпроты, масло и все. Шпроты, масло, соль. Все. Давайте будем открывать. Сразу положу сюда побольше листиков, потому что... Так, я... Открывается, кстати, эта штука очень легко. Не вот так вот там, как некоторые консервы. Шпроты я очень много попробовал. Самые худшие шпроты были из светофора, которые стоили 20... Сколько? 2 рубля, что ли, они там стоили. Сами рыбки здесь небольшие, равного размера, и они не потрепанные. Это хорошо. Уложены, кажется, в два ряда. То есть сверху один ряд, и снизу еще один ряд. Я сейчас найду какой-нибудь такой большой кусочек крекера, который остался здесь еще целый. Тот самый большой, наверное, вот этот. У меня в слюнки текут. Обожаю вот эту штуковину. Нежный, маслянистый вкус, и она сама по консистенции нежная. Не сильно копченая. Но пахнет. Пахнет замечательно. На. Так, местный налог сразу. Прошу. Еще давай. Еще? Иногда вкусная. Но она мягкая, и поэтому если ее сильно тормошить, она сразу разваливается. Ну как-то. Вкусная. Утверждено. Рыбка Теска стоимостью 2,5 злотых. Вкусная. Что еще у нас? А, и крекер. Крекер тоже. Обычный хлеб. Ну, вообще, абсолютно безвкусная штука. Хрустящий хлебец. Ни соленый, ни перченый, ничего. Просто обычный такой, хрустящий. Ммм, как сухой лаваш. Вот, точно, как сухой лаваш. Налог нужен, нет? Налог на лаваш не взимается. Налог взимается только на вкусные продукты. Мне этот обзорчик уже прям очень нравится. Если так сейчас все остальное будет. Настроение сразу поднялось после вкусных шпрот. Прям вот, отлично. Редко, когда паштет может быть вкусным. Он настолько дешевый. 0,67 злотых. Копейки. Упаковка, хотел сказать, симпатичная. Ну, она бывалая такая уже. Паштет дробленый написано. Консерва стерилизована. Здесь настолько мелкий шрифт, что мой переводчик просто его не разберет. Поэтому я прочитаю вам состав. Что смогу. Здесь есть вода. Мясо от Золинг Меша. Механическая обвалка, я так понял, 20%. Мука, саджок и сон. И непонятного ничего потом дальше. Есть, ребят, перевод. Это паштет из домашней птицы. То есть здесь как ассорти. Птичьи ассорти. Паштет птичьи ассорти называется. Мы нашли состав этого паштета. Вода, куриная шкура, 27%. Куриные шкуры. Механически отделенное мясо. Мехообвалки 20%. Манная крупа. Куриная печень 2,5%. Соевая мука, соль, лук, специи, экстракты, всякие амулигаторы. Реально вкусный, прям нежный паштетик такой. Очень мне нравится. И аромат у него присутствует. Вообще, на языке прям тает. Это бомба. Это вам не ашан, ребят. Паштет за сколько? За меньше, чем за один злотый. Самый дешевый паштет в магазине. Такой вкусный. Ну, прям поляки порадовали. Давайте попробуем сделать это. Паста. Паста шоколадная. Я пробовал как-то из Ашана. Купил шоколадно-молочная паста, она называлась. Она мне простояла в холодильнике. В итоге потом месяц-два я так ничего не придумал, что из нее можно сделать. У меня такой характерный был горековатый привкус растительного масла. То есть там не было ни орехов, какао там, заметили, какие-то были. Аромат у нее никак, у Несквика какого-нибудь нет. Совсем другой аромат. Здесь точно растительного масла много и орехов мало. Надо найти состав. В итоге у меня получилась из этой пасты и сухариков вот такая вот штука. Картошка пирожная. Ну, почти пирожная картошка. Я просто смешал, потом ненадолго в холодильник и разрезал на несколько кусочков. Получилась симпатичная такая аппетитная штуковина. Но мы все-таки нашли состав этой пасты. Там действительно нет, там нет орехов. И там сахар, рапсовое масло, пальмовое масло, какао-порошок в 5%, сухая сыворотка из молока, соевая мука. Паста из фундука всего 2%. Она не такая вкусная, как хотелось бы, но ценник у нее, кстати, 5 злотых. Штука, ну, не ах, но на любителя, так скажем. Она сладенькая, в меру вкусненькая. Ну, кто любит сладкое, да? Ну, орехов там все-таки не чувствуется. Поэтому сделал из нее вот такую пирожку. Здесь у меня еще остальные вкусняхи. Это батончик Теско. Чай и сок. Ого! Ну, как только я чай открыл, он прям так запах вкусно. Пакетики здесь по 2 грамма, 20 пакетиков. Так, беру пакетик. Ничего не происходит. А, вот, происходит. Красиво заваливается. Смотрите, какой цвет. Надо этот пакетик сейчас тогда разобрать и посмотреть, что там внутри. Пыль там или нет. Давайте посмотрим. Пакетик обычный, ну, то есть двойной бумажный. А внутри оказался прям какой-то фруктовый чай и никакой пыли. Это приятно. Пахнет очень вкусно. Чай достойный. Мне понравился. Он и ароматный, и цвет у него красивый. Смотрите, какой. И он вкусный. Вкусный? Ммм. Прям кислинка такая. Приятная кислинка у чая есть. И я, кстати, не расчихался. Да, пыли здесь. Пыли нет. К чаю у меня будет пирожная картошка, которую я сам сделал. Пятиминутка такая. Потом батончик, который должен быть похож на сникерс. Он называется с арахисом, нугой и карамелью. Здесь арахиса мало, но нуги и карамели много. Он, кстати, не твердый. Почему-то он такой прям мягкий. Батончик коровка. Такой, я думаю, пробовал каждый. Мягкая, прям жидкая. В точности как коровка, которую я пробовал в детстве. Молочную шоколадку я сам не ломал. Она такая была уже после Почты России, после этой доставки. В ней видно много дробленого ореха. Написано 30% какао. А это я уже пытался разрезать кунжутный батончик. Он, оказывается, состоит из нескольких тоненьких, таких вот таких вот тоненьких. Вот они три, получается, слайса. Можно было бы разъединить аккуратно. Так есть их намного удобнее. Карамель быстро тает на языке. Вкусная штука, я вам скажу. И недорого стоит. Это слово сезамки. Оказывается, так и переводится. Семена кунжута. Давайте сразу шоколадку попробую. Орехов здесь 20%, какао, как я и сказал, 30%. Тоже какой-то нежный вкус. И тут продукты все нежные получаются. Действительно нежный молочный вкус. Арахис не сильно соленый, не сильно жареный. Но остается только радоваться за поляков. Потому что большинство, что пока что я попробовал, прям вкусно. Пробую коровку. Прямо как в детстве. Мне вот это очень сильно напомнило наши коровки, которые были раньше. Она тоже жесткая такая, хрустящая сверху, внутри мягкая. И медовый вкус такой у меня присутствует, нежный. Попробую батончик. Надеюсь, он хоть будет невкусный. Батончик очень сладкий. Очень сладкий. И мягкий, непривычно. Все здесь какое-то очень мягкое, подозрительно. И вот этот батончик, он на сникерс, кстати, не похож. Да. Раз. Два. Опа, шоколадка вкусная. Батончик не очень. Шоколадка? Настя сказала, шоколадка была ужасная. Ну вот видите как, на вкус и цвет. Мне понравилась шоколадка. Это бомбовская шоколадка. У меня еще есть вот эта штука, но я уже, честно говоря, объелся всех этих сладостей. Пойдет. Так, кстати, намного вкуснее получается. С хрустяшкой она немного пропиталась, держит форму. Получалась такая вот пироженка. Пробую сок, и тогда уже буду готовиться к ужину. Изготовлен из концентрированного яблочного сока. Но на вкус приятный. На вкус приятный, да. Обычный яблочный сок. Вкусно, но мало. Вот все из того, что я попробовал. Мне общее впечатление пока что очень даже приятное. Увидимся за ужином. Просто не разогревая, если вот так вот можно ли ее съесть или нет. Это мясо. Просто мясо. Здесь даже ни кожи нет, ни жирка нет. Вот даже огромный кусок нашел. Думал, здесь только мелко рубленое. Нет, вот тоже отдельно большой кусок мяса. Они ничего не умеют делать тушенку. Половина жира надо. И чтобы здесь большой кусок сухожилия лежал. Они же разорятся так, если будут продавать просто мясо. Но вкусно. Сильно соленое, конечно, но вкусно. Произведено в Польше. Написано в Кракове. Так, на ужин пасты баланьеза. Я ее приготовил очень просто. Вермишель отварил. Мясо обжарил. Она уже мелкими кусочками. Добавил туда уже готовую приправу. Здесь понятно, что в составе в основном 33% это томатный порошок. Потом здесь есть еще, конечно же, чеснок. И всего по чуть-чуть. Но он мне все равно упорный переводчик говорит, что здесь есть сода, пена, твердые какие-то частицы. Что только он не говорит. Пахнет очень вкусно. Я даже сейчас чаек еще. Чай мне понравился. Завалю. Они настолько нежные. Они такие тоненькие, эти макарошечки. Ну, в общем, получилось очень вкусно на ужин. Готовый ужин за 5 минут. Все получилось очень вкусно. И быстро. Из самых дешевых продуктов Польши. Честно, я думал, что это будет что-то наподобие вот Ашановского каждый день или красная цена пятерочки. Но это оказалось прям достойно. Я почему попросил, чтобы это были самые дешевые продукты. Самых нижних полок, так сказать. Я хотел бы спросить, как же питается обычный люд в Польше. Что у них там такого съестного есть. Так, ну что ж, ребят. В общем, поляки меня сегодня обрадовали. Это даже не важно, что это компания Теско. Что мне очень понравилось из всех этих продуктов. Чай. Ну, я бы уже сказал. Ароматный и вкусный. Паштет тоже был вымазан прям до последней ложки. Достойная тушенка. Пятерка. А, ну и сезамки, конечно. Сезамки. Приятно, что в Польше есть дешевые и вкусные продукты. Я уж сейчас не хочу говорить, насколько они качественные. Это анализ должен показать. Нужно переварить вначале. Есть ли это самые дешевые продукты, которые можно найти в Польше. В обычном большом гипермаркете, как я вот говорю, люблю выражаться с самой нижней полки. То я за поляков только рад. Все, ребят. Увидимся в новых видео. Пока. И пока не забыл. Лайк, комментарий, подписка. Всегда забывал это дело сказать. Лайк, комментарий, подписка. Респект, уважуха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok